Приветствую вас, дорогие любители знатоки шахмат. С вами на связи мастер Фида Максим Амариев. И начиная с сегодняшнего видео, я начинаю видеообзор матча названия чемпиона мира Карлсон Анант. Сегодня состоялся первый тур. Этот тур закончился в ничью, но к нему я перейду чуть дальше. В этом первом видео я хотел бы немножко рассказать о самом матче, вообще о предыстории матча названия чемпиона мира, об оценке шансов сторон и о некоторых организационных моментах, в частности о том, какой призовой фонд. Думаю, что вам будет интересно это узнать. Сколько же зарабатывают шахматисты на самом высоком уровне. Ну что же, друзья, давайте для начала посмотрим, что же предшествовало этому матчу. Краткий исторический экскурс. Первый чемпион мира это Вильгейм Стейниц. Я тогда не буду с вашего позволения зачитывать года. Вы можете ставить видео на паузу и смотреть то время, когда чемпион, собственно, был чемпиона. Второй чемпион мира Эммануил Ласкер. Третий чемпион мира ХС Рулько-Пабланко. Следующий чемпион, первый русский чемпион Александр Алехин. Далее у нас был чемпионом Макс Эйви. Следующий чемпион, первый советский чемпион мира Михаил Ботвинник. Собственно, с него и началась эра владычества советских шахмат над всем миром. Следующий чемпион, опять же, советский Василий Смыслов. Затем был Михаил Таль, опять советский шахматист. Тигран Петросян, вновь советский. Борис Спасский. Как мы видим, прям целая эра владычества советских шахматистов. И вот, немножко вклинился в это владычество Роберт Джеймс Фишер, который был чемпионом 3 года. Но затем чемпионом стал вновь советский шахматист Анатолий Карпов. Затем Гарри Каспаров. Владимир Крамник. К сожалению, после Владимира Крамника российские шахматы потеряли свою непобедимость. И с 2007 года началась эра западных шахматистов. 15-й чемпион мира это Виши Анант. Он удерживал звание 6 лет до того, как проиграл это звание Магнусу Карлсону в прошлом году. Но сейчас Виши молодец, он вновь отобрался на матч. Не просто получил матч-реванш. Как, например, было во времена Ботвинника, когда он получал матч-реванш на автомате. А он прошел через отборочный цикл, выиграл сложнейший турнир претендентов и вышел вновь на матч с Магнусом Карлсоном. Этого, честно говоря, никто не ожидал, но это произошло. Теперь давайте же оценим шансы сторон. Ну, очевидно, что Магнус Карлсон здесь явно не фаворит. И я считаю, что для шахматистов было бы хорошо, чтобы именно Магнус выиграл. Магнус сейчас это суперзвезда. Он снимается во всяческих рекламах, его приглашают в шоу. Он присутствовал на открытии одного из матчей Реала Мадрида. Там ему жал руку Криштиану Роналдо. В общем, он вообще суперзвезда. Играл с Биллом Гейтсом, там шоу Цукерберга тренирует. А Виши Анант, он как-то такой более консервативный, что ли. То есть шахматам нужен молодой продвинутый чемпион. Без лишних предрассудков, которые готовы в рекламе сняться, и моделью побыть, и развлекаться. В общем, Магнус это то, что нужно шахматам, и мы будем болеть за него. Ставьте лайк в этом видео, если вы болеете за Магнуса. Болеете за то, чтобы шахматы ассоциировались вот с таким успехом, с таким интересным лайфстайлом. Какой пропагандирует, собственно, сам Магнус Карлсон. Виши Анант, он такой человек, который, ну, образно говоря, может сидеть в домике, целый день изучать там шахматные партии, потом погулять скромненько. Ну, то есть такой старый закалкиш человек. Ничего не имею против, но мне кажется, что сейчас миру нужны вот такие дерзкие шахматисты, молодые, которые ассоциируют шахматы прежде всего с чем-то хорошим, веселым, интересным. Вот такая ассоциация должна быть с шахматами у людей. В общем, Магнус стал сильнее за этот год, а Виши стал только старше. Напомню, что Виши уже 44 года, у Магнуса Карлсону 23. Почти что два раза старше. Рейтинг. Итак, у Магнуса рейтинг 2863, это первое место и один из самых высоких рейтингов в истории. Ни у кого такого высокого рейтинга никогда не было, только у Магнуса был выше, у самого. У Виши шестое место сейчас, 2792. Предыдущий матч закончился с разгромным счетом, 6,5 на 3,5. Анат не выиграл ни одной партии и просто во всех партиях практически стоял хуже, кроме разве что двух последних. Кстати, предыдущий матч я также комментировал. Его вы можете найти на нашем канале, на канале Школа Шахматчис Мастер. И тоже посмотреть, если вам будет интересно. Также будет ссылка под этим видео на этот предыдущий матч. Ссылка на статью, где вы можете найти все эти разобранные партии. Также есть еще такой показатель, как коэффициенты букмекеров. Этими коэффициентами они оценивают шансы сторон. Как вы видите, на победу Карлсона 1,21, на победу Ананда 4,2. Вкратце объясню, что это такое. Допустим, если вы на Магнусо поставите 1000 рублей, то вы заработаете всего лишь 1210. То есть вы заработаете 200 рублей. Если вы поставите 1000, то вы сверху получите 200 рублей. То есть умножаете на 1,21. Если поставите на Ананда, то вы можете получить 4200 рублей. 1000 умножаем на 4,2. Понимаете, да? Насколько более сочный выигрыш, если на Ананда поставить. В 4 раза вы можете умножить деньги, а на Магнуса, ну совсем чуть-чуть, там на 20% буквально. Как вы понимаете, это отражает прогнозы букмекеров, оптимистичные прогнозы, то что Карлсон выиграет. Кстати говоря, сегодняшняя первая партия, в принципе, подтверждает эти прогнозы. Хоть она и закончилась ничью, но у Магнуса были реальные шансы. Сейчас мы к партии, кстати, перейдем скоро. Хотелось бы еще чуть-чуть рассказать об аналогичном случае в истории шахмат. Как вы понимаете, сейчас Анант, такой взрослый экс-чемпион, вновь пытается вернуть себе титул. Такая ситуация уже была в истории, во время матча Ботвинник-Таль. Сначала Таль отобрал звание у уже такого, можно сказать, старого для шахмат Ботвинника. Ему уже было за 40 лет, по-моему, 44, если не ошибаюсь, но в этом районе. А когда был матч-реванш, Ботвиннику было уже 45, кажется, точно не помню. Можете поправить в комментариях. Ботвинник выиграл этот матч-реванш у молодого Таля, которому было 23 года как раз-таки. Кстати, ну почти, как вы видите, аналогичная ситуация. Талю было 23, Ботвиннику примерно 44, как Ананду. И Ботвиннику удалось выиграть, хотя все пророчили, что Таль выиграет. Но там была немножко другая ситуация. Таль тогда был больной, тяжело болел, и все-таки это не то же самое. Сейчас Магнус в отличном физическом таком состоянии, в отличных физических кондициях. И это не совсем корректное сравнение. Кстати, по поводу вот этой истории. Как-то Магнусу подарили недавно, точнее, хотели подарить книжку. Ботвинник Таль, вот этот матч-реванш. И он отказался ее брать, потому что посчитал это плохой приметой. В принципе, я его понимаю, ни к чему вот такие вот лишние для себя заморочки. Вот так выглядит турнирный зал, в котором играют наши шахматисты. Можете, кстати, обратить внимание, сколько воды предоставляется каждому из шахматистов. Кроме того, у них есть свои питательные смеси. Сейчас вы это увидите. Вот так выглядит сам зал. Напомню, что проходит это все в Сочи. Теперь о нескольких организационных моментах. Как и обещал, рассказываю о том, сколько же заработают шахматисты. Призовой фонд 1 миллион евро. И это, кстати говоря, меньше, чем в их матче предыдущего года. Потому что интерес чуть-чуть поубавился к матчу. Все-таки тут уже там-то была интрига, выиграет ли наконец-то Магнус звание чемпиона. А тут уже интриги нет. Тут как бы большая часть людей считает, что Анант это такой проходной человек. И как бы просто нужно отработать от Магнусу. Сделать свою работу, удержать звание. И тогда, может быть, в следующем матче уже будет интрига. Ну, в общем, 1 миллион евро призовой фонд тоже довольно неплохо. Формат состязания. Это 12 партий. Контроль времени. 2 часа на 40 ходов. Час на следующий 20 ходов. И потом 15 минут до конца партии. И 30 секунд добавления после 61 хода. Ну, в общем, это классический контроль в партиях за звание чемпиона мира. И в случае равного счета уже будет тайбрейк. Блиц партии быстрые. И Армагеддон. Кстати говоря, можете обратить внимание на часы. Часы красного цвета. Необычные. В этом матче. И кроме этого, еще начиная с 2 часов, отсчитываются секунды. Это, кстати, довольно необычно. Или с часа. По-моему, да. С часа начинают отсчитываться секунды. Обычно это происходит где-то, когда остается 20 минут. А тут уже начинается часа. Ну, это ладно. Это такие мелочи. Это вот в нашем первом видео. Я хотел обозначить вот эти все моменты. Сроки проведения матча с 8 по 27 ноября в Сочи. Вот сегодня, 8 ноября, была первая партия. Кстати говоря, я хотел обратить внимание на то, что пьют шахматисты. Магнус пьет какой-то цитрусовый сок с добавлением каких-то там элементов. А Виши пьет что-то другое. Кажется, чай. Вот я все-таки рекомендую вам обращать внимание на Магнуса и пить сок. Пить полезные продукты. Так что, друзья, берите пример с Магнуса. Одевайтесь также в костюм. Выглядите стильно. Вот, смотрите, сколько у Магнуса воды там. На всякий случай. Нужно много пить. Секунданты. У Виши Ананда это Саша Киран, индийский гроссмейстер Вайташек, Гаевский. И есть еще слух, что помогает Фабиано Каруано. Напомню, что это второй шахматист в мире сейчас. У него рейтинг 2836, кажется. То есть второй рейтинг после Магнуса Карлсона. И его считают самым серьезным конкурентом для Магнуса. У Магнуса же конкуренты это Питер Хайнен Ильсен, Людвиг Хаммер, наверхский гроссмейстер молодой. И целый скайп-штаб. Скайп-штаб это не имя, а штаб поддержки по скайпу, который поддержит его дистанционно. Это еще раз говорит о том, что обучение онлайн, оно очень эффективно. У Магнуса примерно я догадываюсь, кто его поддерживает. Думаю, что я не помню еще один из этих людей. Он в прошлом матче помогал. Но остальные их Магнус держит в секрете. Ну и пускай держит, об этом мы узнаем позже. Ну что ж, теперь настало время перейти к самой партии. Немножко предисловие затянулось. Но я думаю, что вы почерпнули здесь для себя интересные моменты. Теперь давайте перейдем к тому, что же было сегодня на доске. Ну что ж, давайте перейдем к самой партии. В первой партии у нас случилась небольшая сенсация. Анант, истинный привержец первого хода Е4, все же прислушался к совету экспертов, к совету друзей. И сыграл Д4, как он играл в матче с Крамником и со многими другими. Крамника, как вы помните, в 2007 году он просто удушил этим вариантом. Д4 ему очень тогда хорошо сыграло. Но почему-то с Магнусом он решил играть Е4. И это была тактика неверная. А вот сейчас он опять перешел на Грюнфельда. И по дебюту получил хорошую позицию. Очень даже хорошую. Кстати говоря, я забыл сказать об одной ситуации интересной. Последнее такое. Отвлечение от партии. Но оно все же имеет отношение к ней. Магнус Карлсон опоздал на церемонию открытия на 20 минут. Это, возможно, был психологический трюк такой, в стиле Фишера, который на каждую свою партию опаздывал на несколько минут, чтобы его соперники за эти минуты ожидания просто перегорали. Может быть, у Магнуса получилось это. Виша чуть-чуть как-то подгорел, почувствовал неуважение какое-то. И вот в этой партии Магнус был близок к тому, чтобы победить. Магнус, по крайней мере, претендовал на победу, но Виша собрался и сделал ничью. Давайте посмотрим, как это было. Д4, Конь Ф6, С4, Ж6. Кстати говоря, защита Грюнфельда для Магнуса это новый дебют. Он обычно играет или ферзевый гамбит, или разные его вариации. Миранский вариант. Ну, в общем, играет в такие более солидные схемы. Но я не скажу, что Грюнфельд не солидный. Грюнфельд это один из дебютов, которые регулярно применялись в матчах со званием чемпиона мира. Кстати, в матче Аннет-Гельфанд с 2012 года. Ну и в матчах Карпов-Каспаров. В общем, Грюнфельд очень часто применялся в матчах до звания чемпиона мира. Д5, СД, Конь Д5, Слон Д2. Модная нынче схема. Если вы хотите узнать, как Карпов с Каспаровым рубились, они играли Е4, в основном Карпов белыми. Ну и там вот такие веселые схемы были. Как правило, со С4 и Конь Е2. Но это сейчас мы смотреть не будем. Давайте перейдем к партии. Слон Д2, С7, Е4. Это все теория. 2-0, Ферзь Д2. Ход не самый частый, но довольно популярный. Конь С6. Вот это уже немножко отвлечение. Основной ход С5. И здесь у белых два пути. Или ДЦ сыграть. На что черные просто едят Ферзя. Казалось бы, белые выигрывают пешку. Но счастья от этого у них немного. Бить с слоном плохо, потому что на Б2 теряется. Поэтому бьют королем. Но после слона Е6, тут у черных мощная компенсация. Конь Ф3, Конь Д7. Напали на пешку. Если ее держать, как-то будет 4 пытаться. То после А5 все это сыпется. Ну а 3 играть плохо. Я думаю, вы понимаете почему. Просто АБ можно сыграть. АБ. И пробить. Вот так. Насквозь. Слон А1. И слон БТА1. Даже, наверное, сильнее будет сначала тут съесть НЦ3 слона. И выиграть чистую ладью. В общем, пешку тут не удержать уже. Соответственно, черные отыгрывают. А у белых в центре король как-то не рокированный. Опасный. В общем, ДЦ не бьют. Играет Д5. Ну а тут целая теория. БЦ. В общем, тут отдельная история. Вот это основные варианты. Ну, Магнус играл Конь С6. Видимо, хотел удивить Виши. Но у него это сделать не получилось. Конь Ф3. Ну, если играть Д5 вот здесь. После Конь С6. То после Конь Е5. Ф4, Конь Ж4. У черных все хорошо. Никаких проблем нет. Так вот. Конь Ф3. И тут Магнус почему-то задумался минут на 15. Я все это смотрел в прямом эфире, разумеется. Была возможность. Я ее использовал. И вот Магнус задумался минут на 15 и сыграл слон Ж4. Ход, который до этого и встречался в нескольких партиях. Матылев не помнящий, по-моему. Одна из них. И, кстати говоря, во всех этих партиях у черных было лучше. В общем, статистика здесь в пользу черных. Но Анант нашел усиление, в ходе которого получил неплохой перевес. Д5. Слон бьет Ф3. И здесь он сыграл слон бьет Ж7. Ну почему слон Ф3 сыграли? Черные. Но если выводить коня просто, на Е5 нельзя, так как тут у белых просто больше ударов. Съедят. Ну а куда? Остается на Б8. Но так конюшкам возвращаться, разумеется, это никуда не годится. Тут у белых просто перевес. Конь Е5 можно сыграть. В общем, плохо дело у черных. Поэтому надо коня вести в бой. Вперед. Не отдавать темпы. Сыграть слон бьет Ф3. Это правильный ход. И слон бьет Ж7. До этого встречалась с ЖФ. Ну, вкратце покажу, что тут. Конь Е5, слон Е2. Нуждаем сыграть слон Е2, потому что разъедрил, какой он бьет Ф3. Слон Е2 и С6. Это типичный грифельдовый подрыв такой. Нельзя вот этот центр давать белым сохранять. Иначе они просто зажмут. Сыграет 3-0, потом H4, H5 победут. В общем, тут будут комфортно атаковать. Поэтому нужно срочно создавать контр-игру. Играть С6. Ну, в общем, вот такая вот могла получиться позиция. Давайте вернемся к партии. Слон бьет Ж7, король Ж7, ЖФ. Конь Е5. И вот здесь усиление 3-0. В принципе, можно было сказать, что Ф3 вызвать ход Ф6. Но 3-0 тоже неплохо. Здесь есть даже небольшая ловушка. На взятие пешки белая отреагирует очень жестко. Думаю, вы видите этот ход. Ф3. С вилкой на короля и на коня. Бить пешку, соответственно, нельзя. Поэтому черные здесь сыграли С6. Сильный ход. Кстати говоря, Магнус тут продумал минут 20. Вот в этот момент у Виши на часах было 1.56, а у Магнуса 1.16. Казалось бы, что Виши просто прихватил по дебюту. У него и позиция получше чуть-чуть. И казалось бы, что он знает здесь все далеко наперед. Но на самом деле это лишь казалось. Потому что тут он начал сам серьезно задумываться. И в итоге даже перегнал Магнуса по времени. Был еще вариант Ферзь Д6. Ну, для аналитиков покажу этот вариант. Чуть-чуть. Слон Д2. Ф5. Вот такой сильный ход, подрыв по центру. Ф4. Е5. Человеку так сложно это допускать. Но с помощью машинного расчета можно пойти вот на такой вариант. Сесть пешку. Как-то страшно, но конкретный расчет показывает, что можно. Ну и тут получается такая довольно интересная борьба. Могла точнее получиться. Но Магнус играл С6. Это, пожалуй, сильнейший ход. Ферзь С3. Ф6. Кстати говоря, был ход Ф4 еще. И здесь единственный ход Конь Ж4. Потому что Конь Д7 играть нельзя. Так как после ДС висит сразу Конь. Но убирать его куда-то смысла нет. Тут можно поменяться даже. И сесть на Б7. Скажем, как-то так вот. Сесть пешку. Или Е5 сначала сыграть даже вот так. Чтобы на Е4 не отдавать. Заставляем Коня уйти. И съедаем пешку на Б7. Ну, в общем, тут у белых просто лишняя пешка. Причем вот эта пешка на А6. Ферзя-то, конечно, не надо проводить. Сейчас. И сыграем как-нибудь Слон Б5 или Слон А6. Скажем, Слон А6, наверное, лучше. Пешку сразу защитим. Сейчас подключим ладью. И, ну, просто проведем Ферзя. Поэтому Конь Д7 играть нельзя. Но можно сыграть Конь Ж4. И тут, в принципе, все в порядке у черных. Поэтому Ферзь С3 сыграл Виши. Ф6 вынуждается ход. Нельзя играть Ферзь Д6, так как тут будет просто выигрыш фигуры после Ф4. Поэтому Ф6. Слон А3. Нормальный вариант. Развивается Слон. И идет куда-то при случае на Е6. Ф4, Конь Д7. Нестрашный вариант для черных. Потому что после ДС, БС пешку на С6 бить нельзя. Так, тут будет ладья Ц8 с выигрышем Ферзя. Сразу играть ДС тоже для черных не страшно. Хотя, казалось бы, пешку съели белые. Напали на Ферзя. Но тут черные могут просто сыграть Ферзь Б6. Именно ЦБ Ферзь бьет Б7. И получить очень сильную компенсацию, так как у них будет контр-игра по линиям Ц и Б. Но уже грозит ладья Ц8. Просто с выигрышем Ферзя. Поэтому надо сыграть Король Б1. Тут можно сначала сыграть ладья Б8, потом ладья ФС8. В общем, тут у черных очень сильная контр-игра. Поэтому Виш сыграл слон Х3. Далее было ЦД, ЕД. Конь Ф7. Довольно интересный ход. Заранее уходит из-под Ф4. И, возможно, уйдет Коня на Д6. Виш сыграл Ф4, чтобы здесь нигде не дать сыграть Конь Ж5 белым. Черным, точнее. Потому что уже где-то пограживает Конь Ж5. Скажем, сыграть, если ладья АШФ1, ну такой корявый ход, то можно сыграть Конь Ж5. И здесь белый вынужден сыграть Ф4. Потому что, скажем, на отход слон Ж2 будет сразу ладья Ц8. Вот слон держал это поле Ц8, а теперь не держит. Черные могут сыграть и выиграть Ферзя. Ну, а скажем, на слон Ж4 можно сыграть просто Ф5. Точнее, Ф5 нельзя, потому что пешка связана. АШФ5 можно сыграть. И все, слон теряется. На слон Ж6 можно корону его съесть. Ну и тут Ферзь Б6. Слон, конечно, не потерялся, но висит пешка, висит ход ладья Ц8. В общем, тут у белых проблемы. Поэтому висит сыграл Ф4. Профилактический ход. Ферзь Д6. Можно было сыграть и Конь Д6, но это мы сейчас смотреть не будем. Вот эти все анализы я приведу в отдельном файле. Они будут на сайте на одной из наших статей. Там будет ссылка, где вы можете скачать все эти разборы и смотреть в своей программе Чисбейс или Фридс. Так что с этим проблем не возникнет. Ферзь Д6, Ферзь Д4. Ладья АД8. Сильный ход. Сейчас вы увидите, в чем его смысл. Ну, во-первых, нападаем на пешку, создаем давление. Во-вторых, это хитрый план по переводу ладьи через Д6. Возможно, куда-нибудь на Б6. Вот эта ладья на Ф8, она остается, чтобы здесь участвовать в защите. Слон Е6, Ферзь Б6. Предлагается размен ферзей, который, строго говоря, Виши должен был принять. А он сыграл Ферзь Д2. После Ферзь Б6 получался примерно вот такой вариант. Владя Е1. Ну, или, скажем, Король Б1 более интересный вариант с идеей вторгнуться по линии С на С7. Но даже он не страшен, так как есть вот такая перестройка, Конь Д8. Владяя Д6 и Конь Д8. И белые не успевают сыграть Владяя С7. Потому что черные просто могут сесть на Е6. И Владяя бьет Е7. Ну, тут ничего особо белые не получают. А если же здесь сыграть Владяя Аш Е1, то после Конь Е6 ну, такой вариант получается примерно. Вот такой мог получиться острый Н шпилек. Владяя Ф4, А4, Владяя бьет Ф2, А5. Погнали пешки. Белые, ну, черные тут тоже сейчас поведут. Ф4. В общем, тут страсти накаляются. Давайте примерно прикинем А6. Тут надо уже дать шаг какой-то, чтобы иметь возможность Владью поставить с тыла. Вот сюда. На линию А и держать пешку. Ну, как-то тут уже черные как бы довольствуются ничьей. Король Б3, Владяя Ф3. Ну, соответственно, белые, если играют Король Б2, то мы даем опять шаг на Король А4. Ну, можно сыграть, скажем, Владяя Ф1 и зайти все-таки с тылу. А7 играть плохо, так как мы дадим шаг и съедим пешку. Поэтому, скажем, Король Б5. Ну, тут мы можем сыграть Владяя А1 как раз-таки. Владяя Б7. Ну, тут вот какие-то гонки получаются. Просто американские гонки. Непонятно тут. Видимо, близко к ничей. Закончится все, должно это ничей. Приточной, разумеется, игре с обеих сторон. Так, ну, давайте вернемся к партии. Ферзь Д2 сыграл Виши, не стал идти на эти варианты. И, думаю, он об этом пожалел. Владяя Д6. Сильный ход. И Владяя Е1. Виши начал играть шаблонно. Конечно, если бы играл какой-то мой ученик на уровне, там, даже второго или первого разряда, я бы сказал, неплохо. Влади по центру. Но это не уровень чемпионских матчей. Тут стоило сыграть А4. Надо создавать свою игру. Владяя Е1, какой-то слишком общий ход. Надо было играть А4, А5. И здесь организовывать атаку на короля. Вот после Влади Е1, Конь Д8. Виши сделал еще один вялый ход. Ф5. Стоило, возможно, сыграть слон Ж4. Пойти вот на такой вариант. Е6. Пользуясь тем, что у нас противостояние Влади с Ферзем. Сыграть Е6. После слона Ф3. ЕД. Владя Е7 не страшно. Из-за Владяя Е7. Но тут могли белый сыграть А4. Вот так. И какую-то организовывать контр-игру. Конечно, они пешку пожертвовали. Но зато у черных Конь на Д8 не какущий. Пока у белых король безопасности. В общем, тут А5. Белые бы сыграли. И какая-то была бы борьба интересная. Вот после Ф5, Конь Е6. Владя Е6. Игра пошла в одни ворота. ФЕ, конечно, еще хуже. Потому что тут Владяя в Д8. И проблема с пешкой Д5. Поэтому ФЕ. Точнее, поэтому Владя Е6. Ферзь С7. Король Б1. Владяя С8. Виш сыграл Владяя ДЕ1. Но вот ФЖ играть было не очень хорошо. Потому что после Владяя Е6 ДЕ АЖ. Вот эта ситуация вся печальная для белых. У черных слабости практически нет. К пункту Е7 тяжело пристроиться. А вот пешка Е6, она слабовата. Попытка ее как-то защитить вот таким способом. Ф4, Ф5. Тоже ничего хорошего не дает. Потому что тут черные могут дать вот такой шаг. И съесть эту пешку. Поэтому Владя Е6. Владя Е6. Владя Д8. Ферзь Е3. Давайте тут более-менее форсированные ходы пошли. Чуть-чуть ускоримся. Потому что ролик уже длинный достаточно. Тут, кстати, вот момент интересный. Виш скинул пешку. Произвел такую хорошую разминную операцию. Пожалуй, даже можно здесь восклицательный знак поставить. Скинул свою слабую изолированную пешку. В обмен на... Конечно, не сказать, что красотку. Но все-таки отсталая пешка. Но тем не менее, она не изолированная. И хорошо защищена. И защищал еще пешку Ф6. Все же он обменял свою слабую пешку. Но не такую слабую пешку черных. Вот этот размер, как произошел. Д6. И Д. Ферзь Д4. И вынуждает сыграть магнуса ладья Ф7. Потому что иначе будет ферзь бьет Ф6. Вынуждает защитить пешку ладья Ф7. ФЖ. АДЖ. И ладья бьет Д6. Вот такой разминчик. Поменял свои слабые пешки. Как видим, ситуация с виду не такая уж и плохая для белых. Тут оптимистичные времена наступили для Виши. Но он умудрился ухудшить вот эту ситуацию. Давайте посмотрим как. Ну, конечно же, нельзя сказать, что только он один старался. Это в частности благодаря магнусу. Благодаря его удивительному умению создавать проблемы в безобидных ситуациях. Ферзь Д5. Ф4. Ферзь Х5. Так начал магнус раскачивать. Нападать на пешку Х2. Ферзь Д2. Ферзь С5. Бегает туда-сюда ферзем. Такие, казалось бы, безобидные ходы. Тут действует принцип Капабланки. Не спешить. Как мы видим, магнус не спешит. Ходит ферзем туда-сюда. Так, чуть-чуть. Проверяет, прощупывает соперника. Ферзь С4. Ладья Д7. Кстати говоря, здесь размин ладей выгоден для черных. Смахнуть ладей у белых будут серьезные проблемы. Но вот конкретно после ладья Д7 ладе менять не очень выгодно. Потому что здесь, после вот этой ситуации, здесь черные вынуждены сыграть Ферзь Д7, чтобы на Б7 не потерять. Белые играют Ферзь Д6. И за счет вот этого активного Ферзя у них все в порядке. А вот в пешечный эндшпель переходить категорически нельзя. Тут будет у белых проиграна. Ну просто пешку на Ф4 потеряют как-то. Ну или вот даже защитили. Ну у черных слишком активный король. Сейчас на Аш3 побежим. В общем, тут белые проигрывают. Поэтому ладья Б7 ничего не давала. Манус играл Ферзь С6. Вот если бы здесь уже поменялись белые, то это было бы для них не очень хорошо. Они своего Ферзя не успели на Д6 разместить, как в варианте, который мы только что смотрели. Соответственно, тут у белых серьезные проблемы. Король может пойти на Ф5. Черные приставят к пешке Ф4. Как-то Ферзь на Е4. Ну в общем, проблемы здесь у белых были бы серьезные. Поэтому Виши это осознал. После Ферзь С6 не стал меняться, а сыграл ладья Д6. Ферзь Е4, король А2. Ладья Е7. Активизация ладьи. Ферзь С1. Немножко сомнительный ход. Стоило сыграть просто король А1. Ферзь С1 какой-то вялый ход. Куда-то Ферзя на первую горизонталь зачем-то убрал Виши. Ферзь С1 А5. Ферзь Ф1. А4. Вот, кстати, в чем еще минус хода Ферзь С1. Из-под контроля белого Ферзя пропало поле А5. И Магнус это сразу использовал. И сыграл А5. Додвинул пешку до А4. Тем самым еще создал какие-то проблемы для белого короля. Вот тут, казалось бы, у Виши совсем все плохо. Вот так визуально прям прижали его. Прижали к канату и начали избивать. Это как бой Али Фрейзер. Фрейзер бил, бил Али, но в итоге Али выиграл. Тут, правда, у нас Сонат не выиграл, но все же смог устоять. Ладья А2-4. Ладья Е2. Был интересный ход Ладья Е3 здесь. С хитрой ловушкой. Скажем, на А4. Попробуйте тут подумать немножко и найти, как же нужно сыграть черным. Но так как это у нас не обучающее видео, а обзор, то я вам не могу давать слишком долго времени. Слишком много его. И поэтому показываю нужный ответ. Здесь надо играть Ладья Е3. Вот какой хитрый ход. Бывая, играть нельзя, так пешка связана. А на король А3 следует мат Ферзь Б3. Поэтому здесь надо играть Ферзь Д1. Поддержать пункт Б3. Тут уже маты не будет. Ладья А3 будет ошибкой, так как после короля А3 Ферзь Б3 это не мат. Мы просто съедим этого Ферзя. Ну и тут получается вот такой он шпилек. В принципе, у черных, конечно, поприятнее. Но, наверное, объективно говоря, ближе к ничьей позиции. Ну, Магнус бы ее еще долго возил. Надо было все-таки играть Ладья Е3 и вот это возить. Ладья Е2. Тоже тут есть свои интересные моменты. Ладья Б4. Нападаем на пешку Б7. И защищаемся. Хорошее поле для Ладьи. Б5. Тоже небольшая ловушка. Бить пешку нельзя, так как последует Ферзь С4 вилка. Съели Ладью. Тут Вишина сошел очень сильный ход. Ферзь Х1. Возможно, Магнус этот ход издалека прозевал. Строго говоря, единственный ход. Потому что грозит и пешка на H2 полететь. И тут какое-нибудь усиление. Типа Ладья Д2, Ладья Д1. И с матом на Б1. Ферзь Х1 строго единственный ход. И Виши его нашел. Например, Ферзь Ф3 проигрывала из-за Ладья Е1. С угрозой мата Ферзь Б1. Тут Вечный Шах никакой не проходил. Король А6 просто сыграли бы. И следующим ходом мат. А вот после Ферзь Х1, в чем плюсы хода? Ферзь и на свободу смотрит. И тылы прикрывает. Не дает Ладья С сыграть Ладья Е1. Ну и тут уже Магнус все понял. Сыграл Ладья Е7. От Шаха защитился. Ну и пошел на ничейный вариант. Вот такой. Тут Виши, строго говоря, должен давать Вечный Шах. Потому что грозит ему мат в один ход. Но убежать от Вечного Шаха никак не получается. Скажем так. Ну, Ферзь Д8. В общем, вот так закончилась эта партия. Как мы видим, у Магнуса были шансы. Но Виши вовремя собрался. И все же отразил этот первый натиск. Мой прогноз остается прежним. Я думаю, что Магнус будет доминировать в этом матче. И заслуженно победит. Ну, а произойдет ли это так или нет, мы увидим дальше. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Ставьте лайки к этому видео. Подписывайтесь на канал Школы Шаха Матча с Мастер. Получайте, во-первых, следующее видео из этого матча. Новые видео уроки. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова